Правительство на этой неделе представило проект бюджета на 25-й год до официальной публикации о параметрах главного финансового документа, рассказало издание Bloomberg. Так вот, бюджет, и это, наверное, неудивительно, снова будет военным. Расходы на оборонку вырастут на 22%. Кто-то скажет, немыслимая прибавка. Самый военный бюджет за всю историю страны. Все так, но с другой стороны, Минфин скорее проиндексировал военные расходы на реальную инфляцию, а не на то, что нам рисует Росстат. Армия для страны теперь самая важная часть расходов, а потому проседать не должна. При этом производство загружено на полную. Новые оборонные заводы сейчас строить никто не будет, поэтому плюс 22% звучит, конечно, внушительно, но и жизнь в стране дорожает. Всего же на силовиков уйдет 40% всех трат бюджета, и это больше, чем социалка, здравоохранение и образование вместе взятые. Но министр финансов на презентации бюджета в 7-минутной своей речи, Антон Силуанов, вы его сейчас видите, тратам на войну уделил вот из 7 минут 20 секунд всего лишь. А Мишустин, премьер, и вовсе не говорил об этом. На публике чиновники обсуждали строительство школ, детских садов, льготную ипотеку, ну и повышением род, конечно же. Хотя еще раз, в абсолютных цифрах оборонка и правоохранительные органы вот что составляет чуть ли не половину всех расходов. На социалку при этом потратят еще меньше, чем в этом году, а здравоохранение и образование останутся на прежнем уровне, но помним про инфляцию. Такие траты на армию – это неизбежный рост цен. Он будет продолжаться, несмотря на все усилия Центрального банка. В конце года, к слову, это особенно чувствуется, и чиновники пытаются играть на опережение. ФАС проверяется на образование социально значимых продуктов. Ограничения вводят на закупку торговыми сетями яиц, помнят прошлый год. Но, как показывает практика, пока в России рыночная экономика, никакие проверки и устрашения не помогают. Цены растут, потому что идет война. Центральный банк предупреждает, России грозит стокфляция. Это когда экономика не растет, а цены при этом идут вверх. Товары просто некому производить. Люди заняты войной. Людей на гражданский сектор не хватает, поэтому предложения мало, а спрос есть. Хоть его в последнее время получилось немножко сократить. Но высокая ставка сокращает не только спрос. Она, в принципе, сокращает дальнейший потенциал компаний. Возможности наращивать производство или хотя бы модернизировать его в условиях нехватки кадров. Поэтому бизнес будет вынужден производить меньше и брать за это больше. А людям придется платить. И чем дальше человек будет находиться от войны, тем тяжелее ему будет оплачивать свои базовые потребности. В конечном итоге оборонка будет и дальше вытеснять гражданский сектор. Когда все это прекратится? Тогда, когда Россия потеряет значительную часть доходов от продажи нефти. Тогда в стране просто закончатся деньги на войну. Риски дешевой нефти есть. США, Канада и Норвегия увеличивают свою добычу. Тем самым насыщают рынок. Не все. Ладно, в ОПЕК плюс Саудовская Аравия смирилась с низкими ценами на нефть, но не хочет отдавать свою долю западным странам. А потому, вопреки картельному сговору, тоже собирается наращивать добычу. Ну, впрочем, чем дешевле нефть, тем больше нефти. Тем она дешевле и тем менее выгодно ее добывать тем же американцам. Поэтому здесь все очень сложно. И пока что за все 24 года правления Владимира Путина ему всегда везло с ценами на энергоносители. В какой-то степени это одна из его главных причин успеха. И в то же время Ахиллесова пята. Ну, а что же будет, если вдруг война закончится? Сможет ли российский бюджет слезть с военной теперь уже иглы? Обсудим. У нас на связи Александр Каляндер, приглашенный следователь Европейского центра политического анализа. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот мы узнали примерный проект бюджета России на следующий год благодаря Блумбергу и правительству. И там в очередной раз увеличение военных расходов. Давайте представим, от этого страдает социалка и образование. Давайте представим, что завтра война закончится. Сможет ли Россия быстро отказаться от тех трат на оборонку, которые сейчас уже записаны? Нет, не сможет и, на мой взгляд, и, вероятно, даже будет собираться этого делать. В экономическом росте страны, которая ведет войну, нет ничего неожиданного или ничего экзотического. Если посмотреть на многие войны прошлого, с началом войны экономика во многих странах растет. Растет из-за увеличения военного производства, растет из-за увеличения государственных субсидий, растет за счет производства танков, ракет, рычагов и так далее. Мы это видели очень много раз в истории. Другой вопрос, что когда война заканчивается и когда весь этот стимул прекращается, а стимул воен не может длиться бесконечно, потому что рано или поздно он упирается, собственно, в производственные мощности национальной экономики. Но пока не уперся, все это, весь экономический рост продолжается. Но рано или поздно, после окончания войны, наступает спад. Особенно, если он не поддерживается усилиями по реконструкции страны, если она была разрушена во время войны, или перевооружению армии. И мы видели, что в истории много раз экономический спад, он был и в Англии после окончания наполеоновских войн, и в Соединенных Штатах после окончания сразу Первой мировой войны, Второй мировой войны, буквально непосредственно после окончания. И дальше приходилось искать другие способы экономического роста. Поэтому отказ резкий от военных трат для правительства будет крайне нелегким делом для российского правительства. С этим сложно слезть, да. С этой сложно слезть, и никто особенно и не будет хотеть. Но тут, видимо, и будет не нужно. Потому что, как мы видим из всевозможных исследований, сейчас российская промышленность не в состоянии производством нового оружия заместить потери вооружений на Украинском фронте. Поэтому основной источник нового вооружения и техники – это старые советские запасы, которые модернизируются и подгоняются под современные стандарты. Однако советские запасы, сколько бы огромными они ни были, они все-таки конечны. Я не военный эксперт, я не очень понимаю, когда они закончатся. Разные исследования говорят, что при нынешних темпах их еще там хватит на год, может на больше. Не знаю. Но рано или поздно они должны закончиться. А производственных мощностей для того, чтобы в таких же объемах наладить производство новых моделей военной техники – нет. Поэтому, так или иначе, после окончания войны, российскому правительству придется заниматься перевооружением, переоснащением, ну и в целом переустройством армии. Это будет включать в себя как технические мероприятия, замещение старых танков новыми, и что там еще нужно замещать, так и обучение и обустройство новой профессиональной армии. Если по окончании войны российское руководство и российская политика не будет откровенно реваншистской и не будет зуба продаваться, то тогда этот процесс перевооружения, переоснащения армии может занять достаточно долгие годы и позволить это себе без особых рисков российская экономика сможет, хотя военные расходы будут постоянно повышены. Если же будет заключено какое-то перемирие или какой-то мир, который совершенно не будет устраивать, например, Кремль, то перевооружение, переоснащение армии будет идти абсолютно стахановскими темпами, и значит военные расходы не только не уменьшатся, а возможно даже и увеличатся. Если к этому моменту будут достигнуты некие пределы мощности российской экономики, а к этому добавится еще усиление санкций, то есть увеличение инфляции, и к этому же добавится снижение цен на нефть, то перспективы российской экономики могут быть весьма неустойчивыми, и придется на ходу российским властям придумывать, что с этим делать. Вот хотелось бы понять, что с санкциями, потому что многие говорят, такой огромный пакет санкций, который вели против России, довольно тяжело будет откатывать назад, даже если война прекратится. Что вы думаете на этот счет? Ну, во-первых, его никто не будет откатывать назад немедленно. Санкции есть. Санкции и санкции. Санкции есть разные. Я думаю, что с точки зрения российской экономики и российского государства запрет на путешествие по Соединенным Штатам каким-то чиновникам или участникам списка Форбса, российская экономика это переживет весьма неплохо. Существуют санкции, которые действительно болезненные, и на отмене или, по крайней мере, на временном ослаблении их будет настаивать Кремль при любых переговорах. Ну, тут есть разные мнения, какие санкции являются наиболее болезненными и какие России было бы нужно снимать в первую очередь. На мой взгляд, я могу ошибаться, я буду рад услышать другое мнение, на мой взгляд, первое, что хотела бы России отменить, это санкции против Центрального банка, потому что в противном случае чрезвычайно трудно оплачивать и вообще проводить всю внешнюю торговлю, как экспорт, так и импорт. В любом случае, снимать санкции полностью никто не собирается. Их могут приостанавливать на год, как в свое время поправки Джексона Веника, но снимать их полностью – это дело не завтрашнего дня. Пока санкции есть, санкции остаются, но главное не это. Мы обсуждаем какие-то достаточно мифические сценарии, потому что, насколько я понимаю, никаких переговоров о мире в настоящий момент нет. И с точки зрения, по крайней мере, экономики, у российского государства нет никакой нужды и срочности в эти переговоры немедленно вступать. Российская экономика вполне себе тянет военную лямку без необходимости бежать за стол переговоров. Вопрос, как долго сможет тянуть? Что вы думаете? Я понимаю, это опять все, наверное, упирается в стоимость нефти. Никто не любит эти вопросы. У нас за последний, наверное, месяц три раза менялся прогноз про нефть. Сначала вроде бы наращивали производство, упало до 69 бренд, потом Китай объявил, потом было какой-то торнадо, из-за этого отскочило. Потом Китай объявил новую экономическую программу, еще больше выросло. Сейчас Саудовская Аравия говорит, что будет наращивать производство, опять вроде вниз идет. Тем не менее, насколько здесь устойчивы позиции России? Как долго ее может хватить этой экономики российской? Ну, во-первых, что касается предсказаний цен на нефть, то меня учили, не хочешь выглядеть идиотом, не занимайся предсказанием цен на нефть. А российская экономика может существовать при падении цен на нефть. Вопрос, как долго низкие цены будут. Запас у российской экономики есть, и двигаться она будет продолжать, пусть и медленней. В целом, нынешняя система поддержания жизни российской экономики может остановиться при, на мой взгляд, трех случаях. Первое. Все упрется в возможности и мощности российской экономики. Ну, так сказать, больше производить невозможно, а все старое начинает от недоинвестирования разваливаться. Второе. Это цены на нефть упадут и будут оставаться низкими достаточно долго. А выправлять ситуацию с помощью обменного курса по разным причинам Россия сейчас не может. И третье. Физически закончатся россияне. Не то, чтобы они все закончились, но ситуация на рынке труда будет такой, что даже дальнейшее увеличение каких-то экономических стимулов будет приводить только к увеличению инфляции, а не к росту производства. Ну, и, конечно, идеальный шторм – это когда все три эти фактора совпадут. То есть, демографический фактор на рынке труда, цены на нефть и, собственно, проблемы физической экономики и инфраструктуры. Ну, что произойдет в этом случае, пусть расскажут люди, которые хорошо помнят середину 80-х и конец 80-х. А дальше сколько это может продолжаться? Ну, я не знаю. Точно так же, как никто не знал в конце 70-х, сколько времени отпущено жизни Советскому Союзу. Возможно, при других каких-то условиях Советский Союз закончился бы не в конце 80-х, а просуществовал бы еще 20-30 лет. Неизвестно. Этого никто не знает. Как говорит Великая книга, это было навсегда, пока не кончилось. Вот примерно то же самое, на мой взгляд, будет и с нынешней российской политико-экономической системой. Она навсегда, пока вдруг не закончится. Долго нам, мне кажется, еще придется идти по этим трем направлениям, пока они не соприкоснутся в одной точке. Ну, посмотрим, да, с другой стороны, кто из нас знает будущее. Александр Каляндр был с нами. Спасибо большое, приглашенный следователь Европейского центра политического анализа. Спасибо, что посмотрели это видео. Если оно вам понравилось, вы можете нас поддержать. Как это сделать? Поставьте лайк, пожалуйста, этому видео. Также, если вы вдруг еще не подписаны на YouTube-канал Ходорковский Лайф, сделайте это. Спасибо.